Здравствуйте! Тема этого сюжета – недвижимость на Кипре. Я могу рассказывать долго, поскольку занимаюсь кипрской недвижимостью более 20 лет. Многое за это время поменялось, но неизменной остается наша и моя, в частности, привязанность к острову. Вы, конечно, знаете, до Кипра просто добраться. Здесь здоровый климат, низкие налоги, хорошие возможности для ведения бизнеса. Детям можно дать качественное образование на русском и английском языке. Причем обучение стоит относительно недорого. И, конечно, Кипр привлекает возможности получения вида на жительство, ПМЖ и гражданство. Смотрите в ближайшие минуты. Регионы Кипра. За какой объект просят справедливую цену, а за какой – нет. Дополнительные расходы и налоги при покупке и содержании недвижимости. Уникальные возможности кипрской эмиграции. ВНЖ, ПМЖ, гражданство. Сразу отмечу, говоря о Кипре, я имею в виду исключительно греческую часть острова. Мое отношение к покупке недвижимости на турецкой территории резко негативное. Пусть цены на севере и ниже, статус республики Северный Кипр не признан. А это значит, что никто не дает никаких гарантий по статусу владения недвижимости в будущем. Если уж вам интересны более низкие цены, тогда лучше рассмотреть турецкую недвижимость. А если для вас в ней безразлична надежность вложений, то говорить надо только о южной греческой части острова. Несколько слов о специфике регионов. Столица Кипра Некосии находится на приличном удалении от моря. Так что совмещать отдых и владение недвижимостью тут не получится. Поэтому город не столь популярен у иностранцев, хотя здесь можно рассматривать покупку коммерческой недвижимости и студенческих апартаментов. Они могут приносить регулярный доход, но вот их ликвидность в будущем для меня не очевидна. Большинство студентов никогда не приобретают жилье, а снимают его. Самый крупный аэропорт острова находится в Ларнаке. Но сам город невелик, соответственно и выбор недвижимости тоже. Иностранцев тут, как и в Некосии, немного. Нового строительства совсем мало. В некоторых районах города есть неплохие виллы, в основном не новые, стоимостью 300-500 тысяч евро. Но за эти же деньги можно приобрести недвижимость и в других регионах, более приспособленных для жизни и отдыха. В восточной части острова, в районе Фомагуста, расположены небольшие курортные города – Айанапа, Протарас, Пролимни. Здесь прекрасные песчаные пляжи и развитая туристическая инфраструктура. Но жизнь замирает в межсезонье. То есть недвижимость здесь – или для летнего отдыха, или для сдачи в краткосрочную аренду. Новое строительство активно, но выбор апартаментов невелик. Большинство предложений – это виллы по ценам, сопоставимым с похожими в Ларнаке и Пафосе – 300-500 тысяч евро. В Айанапе и Протарасе также можно найти интересные виллы с хорошими участками непосредственно на берегу моря. Цена уже в пределах двух миллионов евро. Еще раз повторю, в регионе Фомагуста жизнь кипит только в туристический сезон. Сюда приезжают туристы и дачники. Кстати, многие киприоты, проживающие в Никосии, владеют домами именно здесь, но наведываются в свои владения исключительно с мая по октябрь. Таким образом, интернациональная круглогодичная инфраструктура на Кипре сосредоточена в двух городах – Лимассоле и Пафосе. Первый считается русским городом, второй – английским. Но это условная и весьма старая градация. Так было лет 10-15 назад. Сейчас и русские есть везде, и повсюду можно встретить обладателей кипрского ПМЖ и гражданства китайцев и выходцев из других стран Азии. Впрочем, ни в Лимассоле, ни в Пафосе я не чувствую их засилия. Китайцев действительно много только в международных школах. А вот в магазинах и ресторанах куда больше людей, говорящих по-русски. Видимо, дело в том, что азиаты покупают недвижимость на потом и не пользуются ей сразу. Возможно, это даст отсроченный эффект в будущем. Лимассол гораздо больше Пафоса и цены здесь выше. Конечно, при покупке можно уложиться в те же деньги, но до моря при прочих равных расстояние будет больше. Фирменный знак. В городе большой выбор элитных апартаментов в строящихся высотках. В Пафосе тоже есть все, но город меньше Лимассола. Кто-то считает здешнюю жизнь слишком размеренной. Хотя, что же тогда говорить про Ларнаку, Айнапу или про Тарас? В Пафосе, как и в Ларнаке и регионе Фомагуста, можно купить как недорогие апартаменты, так и таунхаусы с вилами. Но главная история – прекрасный ассортимент готовых и строящихся домов на берегу моря. Лично я для жизни предпочитаю Пафос и не вижу большой проблемы, чтобы по делам съездить в Лимассол или не Кассио. Расстояния невелики, пробок нет, дороги хорошие. Итак, подытоживаю. Хотите дешевые апартаменты? Обратите внимание на Пафос, Ларнаку или Паралимни. Здесь можно найти варианты до 100 тысяч евро. Взвешенная цена на двуспальную квартиру в шаговой доступности от моря на вторичке 150-200 тысяч евро. В новостройках дороже. Хотите таунхаус рядом с водой и в пределах 300 тысяч – это снова что угодно, но не Лимассол. В нем же можно найти таунхаус за 300 тысяч на вторичном рынке, но такие варианты очень быстро улетают, так как пользуются большим спросом. В диапазоне 300-500 тысяч евро можно присмотреть виллу площадью около 200 квадратных метров с участком в 200-400 квадратов. Для Лимассола опять-таки поднимаем планку выше. Здесь дорогая земля, и за те же 300-500 тысяч можно купить таунхаус или хорошие апартаменты. Виллы же площадью 300 метров квадратных с участком 500-600 квадратов в 10 минутах от пляжа обойдется не менее чем в миллион. Но, конечно, одна из визитных карточек Кипра – это эксклюзивные объекты. Виллы в непосредственной близости от моря или видовые на холмах с большими участками в Лимассоле и Пафосе. Тут есть варианты и за миллион, и за два, и за пять. Теперь о налогах на Кипре. При покупке на вторичном рынке платится налог от 3 до 8%. При получении титула собственности впервые этот налог не платится. Детали перед вами на экране. В последнее время большинство покупателей хочет, если покупают не новостройку, а вторичку, только объект с титулом. Именно так можно убедиться в отсутствии обременения залога, судебных тяжб и так далее. Но зачастую свидетельства о собственности приходится ждать годами. Задержки с титулами у некоторых объектов могут быть связаны с проблемами застройщиков. Например, земля под зданием находится в залоге. Но важно понимать, что новые только что сданные объекты в момент заселения титула еще не имеют. Купившие новостройку в надежной компании получают свидетельство о собственности быстро, но все равно не в момент завершения строительства. А скажем, в течение года после него это абсолютно нормально. Безусловно, участники рынка владеют информацией о том, какая ситуация у того или иного застройщика. И помимо выбора профессионального агентства я настоятельно рекомендую, даже при самой бюджетной покупке, привлекать к проверке адвоката, которому доверяете. Просто чтобы обезопасить себя. Но давайте вернемся к налогам. При покупке новой недвижимости налог на переход права собственности не платится, а платится НДС. На первый объект недвижимости площадью до 200 квадратных метров, используемый в качестве личной резиденции, этот налог составляет 5%, на все остальные 19%. Важно, что используя пониженную ставку НДС 5%, собственник не может пользоваться недвижимостью в инвестиционных целях, то есть сдавать ее в аренду. Понятно, что друзей, знакомых, родственников никто размещать не запрещает. Нюанс этого ограничения в том, что договор на воду и электричество заключается на собственника. Если же объект сдается на длительный срок, то, как правило, уже на арендатора. Так вот, если при покупке жилья заплачен НДС 5%, заключить договор на арендатора нельзя. При покупке оплачивается еще гербовый сбор. Также рекомендую заложить расходы на адвоката. В общей сложности доп. расходы составят от 3 до 9% при покупке вторичного жилья или одного нового площадью до 200 квадратных метров. В случае покупки нескольких новых объектов или объекта большей площади, при следующих сделках на оформление придется потратить около 20%. Именно эта налоговая градация стала причиной того, что на Кипре популярны виллы с тремя-четырьмя спальнями площадью 108-195 квадратных метров. Они пользуются наибольшим спросом и для личного проживания, и комбинированных инвестиций, и для программы PR FastTrack. Могу рекомендовать их инвесторам. Ликвидность таких предложений в будущем элементарно объясняется налоговыми преференциями. Ежегодный налог на недвижимость на Кипре отменили в 2017 году. Есть налог муниципальный за вывоз мусора освещения улиц. Он зависит от площади жилья, максимально составляет около 300 евро в год, но обычно меньше. При продаже недвижимости выплачивается налог на прирост капитала по ставке 20%. Если в короткий срок продавать несколько объектов, процент на второй и последующий может быть выше. Передачи имущества по наследству и дарения им не облагаются. Наследование от родителей и детьми – 0%, между супругами и дальними родственниками – 0,1%. Налог на прибыль от аренды недвижимости облагается по прогрессивной шкале – от 0 до 35%. Если вы заработали до 19 500 евро в год – ставка нулевая. Кстати, 19 500 евро в год – это 1625 евро в месяц на долгосрочной аренде. В такую сумму уложатся и апартаменты, и таунхаус, и даже небольшая вилла с тремя-четырьмя спальнями. Весьма гуманный подход со стороны кипрских властей. Не буду углубляться дальше в тему налогов. Могу лишь предложить консультацию профессиональных юристов и налоговых консультантов. Ведь кому-то интересна недвижимость на Кипре и сохранение статуса налогового резидента России. А кто-то, наоборот, интересуется сменой налоговой резиденции, и об этом лучше в индивидуальном порядке. Несколько слов про ВНЖ, ПМЖ и гражданство. Поговорим про особенности именно кипрской программы. ВНЖ на острове может получить каждый, у кого есть договор долгосрочной аренды или собственность. Важно! Пингслип – это простой ВНЖ. Его нужно продлевать каждый год. Он дает право круглогодичного проживания, но не дает права на работу. Для его продления необходимо проживать на Кипре более 183 дней в году. Вместе с родителями Пингслип могут получить только дети до 18 лет. Заявителю необходимо предъявить сумму на счету не менее 10 тысяч евро на человека. Плюс на счету каждого члена семьи будет заблокирована по 550 евро банковская гарантия на случай депортации. Минусы Пингслипа – это, во-первых, само обязательство по проживанию. Если вы отсутствовали на острове более 90 дней, такой ВНЖ просто аннулируется. А во-вторых, долгое рассмотрение заявок. Иногда его удается получить за месяц, а кто-то ждет 10-11 месяцев и к моменту получения первого Пингслипа уже должен подавать заявку на его продление. Постоянный вид на жительство можно получить, прожив с таким визитерским ВНЖ, визитер с Пингслип законно 5 лет на территории Кипра и ежегодно обновляя его. Общий срок, который вы можете отсутствовать на острове – 10 месяцев за 5 лет и не более 3 месяцев подряд. Но самое замечательное – есть ускоренная процедура получения ПМЖ. Называется она PR Fast Track. Воспользоваться ей можно только при покупке нового жилья, стоимость которого превышает 300 000 евро. Возможно, покупка одного или нескольких объектов. На момент подачи документов объект может быть недостроен. Главное, выплаты по нему должны составлять не менее 200 000 евро. На оставшуюся сумму возможна рассрочка. Вместе с основным инвестором такой ПМЖ получают дети на иждивении до 25 лет, в том числе студенты, а также родители. По данной схеме на 3 года на счету замораживаются 30 000 евро на основного заявителя, по 5 000 евро на каждого ребенка и по 8 000 евро на супруга и каждого из родителей. ПМЖ выдается в течение 2 месяцев сроком на 5 лет, а потом продлевается. Он не дает права на работу. Обладатель такого ПМЖ должны появляться на Кипре всего раз в 2 года и не имеют обязательств по сроку пребывания. Но вот чтобы конвертировать фаст-трак в гражданство, необходимо 7 лет жить на Кипре на легальной основе. Этот срок считается суммарно, то есть можно находиться на острове 7 лет без перерывов, а можно растянуть процесс лет на 15 по обстоятельствам. ПМЖ теряется в случае, если его обладатель получил вид на жительство в какой-либо другой стране, кроме страны происхождения, или не появлялся на Кипре более двух лет. Пиар по программе фаст-трак очень популярен. Недвижимость стоимостью 300 000 евро пользуется также большим спросом, а новые объекты часто служат составляющими комбинированного портфеля для инвестиционного пакета на паспорт Кипра. Здесь хочу обратить внимание на такой нюанс. Подбирая жилье по программе фаст-трак, вы можете купить только новостройку. Но нового жилья на рынке меньше, и понятно, что цены на него выше. Часто я вижу, что апартаменты в новостройках бизнес-класса в Лимассоле и Пафосе продаются дороже 300 000 евро, как раз в расчете на желающих оформить ПМЖ по ускоренной программе. Аналогичная вторичка будет стоить в полтора-два раза меньше. И вот эту разницу в цене нельзя оправдать только годом постройки или качеством строительства. А вот на рынке вилл можно найти адекватные варианты по более логичным ценам. Отсюда предупреждение. Выбираем новый объект для дальнейшего получения ПМЖ по ускоренной программе. Не забывайте искать оптимальные варианты, чтобы цена была адекватна вторичному рынку. Конечно, с учетом возраста дома и его качества. Сейчас Кипр не в шенгене, а только в Евросоюзе. Но, безусловно, когда вступление состоится, это значительно увеличит ценность местного ПМЖ. По факту аналогов на рынке нет. Золотые визы Греции, Испании, Португалии – это ВНЖ, для конвертации которого в гражданство нужно 10 лет легального проживания в стране. Мальта, выдающая ПМЖ через инвестиции, вообще не подразумевает его трансформации в гражданство. И еще наличие кипрского ПМЖ – это годовая шенгенская виза. Сейчас она для россиян не роскошь, но все меняется. А, например, гражданам Казахстана до сих пор часто выдают туристические визы в Европу, ограниченные датами поездки. Конечно, если вы не ограничены в средствах, удобнее всего получить кипрское гражданство – паспорт за инвестиции от 2 миллионов евро. Этой теме мы уже посвятили отдельный сюжет, поэтому не буду останавливаться на схеме подробно. Подчеркну лишь, ни одна золотая виза, включая испанскую, не дает права на работу абсолютно в любой стране Евросоюза. Обращаю на это внимание, потому что после выхода предыдущих серий об этом спрашивали, и я регулярно получаю аналогичные вопросы от клиентов. Можно ли с золотой визы Испании работать во Франции или в Швейцарии? Ответ – нет. Только с паспортом можно работать в любой стране Евросоюза. Поэтому, кстати, получение гражданства так актуально для тех, чьи дети учатся в школах и университетах Европы. В завершении еще раз о самом главном – о детях. Кипр – отличный выбор для семей с детьми дошкольного и школьного возраста. Здесь много русских и международных садиков и школ. Будучи матерью троих детей, я непосредственно вовлечена в эту тему. В одной из предыдущих серий проекта мы говорили об образовании вообще и о кипрском в частности. Поэтому сейчас отвечу на вопрос про университеты на Кипре, которые поступили от вас. Вузы на острове есть, они сосредоточены в основном в Никосии. В Лимассоле находится Кипрский технологический университет и филиал Фредерик Юниверсити. В Пафосе – университет Неаполис, а в Ларнике – филиал Ланкашерского университета, выдающий по окончании кипрский и британский диплом своим выпускникам. Британский диплом по ценам значительно ниже британских – это тоже Кипр. А дальше вы и так все знаете. Кипр – прекрасный остров, рай для ценителей здорового образа жизни, пешеходные велодорожки, спортивные площадки, экологически чистые продукты, море и горы, большая русская и европейская диаспора. Тот случай, когда переехав, вы сможете наслаждаться жизнью и чувствовать себя как дома. До скорых встреч и спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши обновления и задавайте вопросы. Обязательно отвечу. Смотрите в следующей серии. Недвижимость Греции. Кто, где и зачем покупает прямо сейчас. Почему изменения в местном налоговом законодательстве могут стать подспорьем при покупке? Текущие цены и популярные регионы Эллады.